Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Инфоцентр» на телеканале «Регион». Сегодня у нас в гостях прославленный альпинист, руководитель Шевченковской экспедиции Александр Михайлович Зайдлер. Александр Михайлович, приветствуем вас в нашей студии. Кто-то сказал, что существует всего три настоящих вида спорта. Это коррида, бой быков, автогонки и альпинизм, а все остальное – это только игра. Вы согласны с этими словами? Не совсем, потому что альпинизм – это не вид спорта, это вид жизни. Это совсем другое. Это жизнь. Что это для вас, да, собственно говоря. Ну, вот я занимаюсь альпинизмом уже страшно сказать сколько, более полувека. И это и составляло мою жизнь. Нет, я, конечно, работал, инженером был, достаточно, я считаю, квалифицированным, успешным. Но сердце мое было в горах. Там я нашел свою любовь, супругу, и там я нашел верных друзей. И вообще очень многое у меня в жизни связано именно с альпинизмом, как с образом жизни. То есть свою вторую половинку вы нашли во время экспедиции, да, которую вы совершали вместе с участниками? На Теншане, в лагере Толгар, мы, у меня было отделение, я был инструктором. В отделении была симпатичная девушка с Урала. Вот, и каким-то образом она стала моей женой. Понятно. Вот меня всегда интересовало, что чувствуют любители экстремального спорта? Что заставляет человека идти на риск? В альпинизме, конечно, риск есть, и он сопровождает альпиниста практически всегда. Потому что природа непредсказуема, и неясно, что, так сказать, тебя ждет. Но, с другой стороны, ты, во-первых, начинаешь уважать самого себя. Когда ты преодолеешь, ты понимаешь, что ты еще на что-то годен, ты личность. Ты не просто сидишь перед телевизором, а ты сам карабкаешься, побеждаешь свой страх, прежде всего. Побеждаешь сопротивление, так сказать, окружающей среды. И это очень здорово. Ну, это только одна грань, это самоутверждение, скажем так. Затем, ну, это потрясающая природа, и такие природные феномены, которые здесь никогда не увидишь. Это невероятные красивые вершины, это ледники сияющие там. Это ты забираешься выше облаков, ниже тебя могут идти там грозы, а ты сидишь над ними, как бог. Да, но помимо этой красоты, альпинистов все время преследуют опасности. Да. Вот, как, собственно говоря, их избежать? Как их не бояться? Ну, вот, расхожая пословица «умный в горы не пойдет», ее надо чуть-чуть изменить. Это, скажем, трусливый в горы не пойдет. Потому что там бояться, бояться в нормальном смысле, когда ты дрожишь от страха, нельзя. Ты сорвешься на самой простой вершине. А страх у тебя есть, как у каждого человека, над пропастью там и так далее. Но этот страх, он где-то внутри. И это не страх, а ответственность, это готовность. Всегда ты на готове, ты четко выполняешь движение, ты следишь за природой, ты страхуешься тщательно. И ты себя контролируешь, и это не страх. Это, можно сказать, готовность к борьбе. То есть это все вырабатывается как-то в человеке по мере того, как он совершает этот подвиг? Или к этому нужно вот как-то подготовиться? Это постепенно. Сразу в альпинизм, так сказать, на сложные восхождения нельзя. Это испытание очень сильное. Но в альпинизме есть еще одно очень привлекательное дело. Эти опасности, эти трудности, они как решето отсеивают людей, которые не такого хорошего качества. Ведь в альпинизме нет денежных интересов, в альпинизме нет экономической заинтересованности, ничего. Человек идет ради того, чтобы покорять вершины и в какой-то мере покорять самого себя. И вот попадаются сплошь и рядом, скажем, люди не того сорта, но они очень быстро вылетают из рядов альпинистов и остаются. И поэтому альпинистское братство, альпинистская дружба очень высокого качества. Потому что случайные люди туда, как правило, не попадают. Но, конечно, это достигается не сразу. Это достигается в течение каких-то опытов, с накоплением. Сколько вам довелось совершить каких-то альпинистских восхождений, чтобы побороть в себе это чувство и чтобы быть уверенным? Я начал... Первая моя вершина – Эльбрус. И она была в незапамятные времена, в 1950 году. То есть уже 62 или 63 года назад. Я попал туда, конечно, неподготовленным человеком. А если учесть, что у меня было плохое зрение совсем и сердцем неполадки, то это было, с моей стороны, непозволительно хулиганству, что ли, там... Вообще я с товарищами пошел. Но я себе не представлял альпинизма. И более того, я даже не думал, что я сильно займусь. Но потом меня так увлекло красота, прежде всего, гор. Товарищи прекрасные. И то, что я такой вот в то время достаточно хилый, все, я все-таки вылез на вершину Эльбруса. У нас половина группы не вылезла. Я вылез. И у меня возник интерес. В каком возрасте это было? Сколько вам было лет тогда? Мне было 19 лет. Это был второй курс Днепропетровского миклоргического института. То есть это было ваше первое восхождение? Первое, что я Эльбрус. Которое повлекло за собой все остальные, да? Да, да. И потом я все оставшиеся годы практически ежегодно ездил в горы. Руководил очень многими восхождениями. Потом мы восходили на гиганты, на семитричники, на пик коммунизма, победы. Покорили их всех. Получили звание снежных барсов. Вот, собственно говоря, да. За что вы удостоились звания снежного барса? У нас в Союзе было несколько вершин выше 7 тысяч метров. Более высоких не было. Самый высокий пик коммунизма, 7495. Потом пик победы, там, 7439. И еще пики Корженевской, Ленина. И приближающиеся к этому Хантенгри. Вот я был на этих вершинах по два, по три раза. Значит, в 70-м году мы с товарищами завершили первый, как говорится, круг, первый цикл. И нам тогда, нескольким человеком было присвоено. Я руководил этим всем. Ну и нам, и мне в том числе присвоили звание снежных барсов, покорителей всех высочайших вершин СССР тогда. Я знаю, что в 1939 году в истории Днепропетровского альпинизма произошло историческое событие. На одном из лучших уголков Кавказа появился самый высокий памятник украинскому классику Тарасу Григорьевичу Шевченко. И этот уголочек назвали пиком Шевченко. Я знаю, что к 150-летию дня рождения классика вы были руководителем экспедиции, и тогда же был установлен бюст Шевченко. Кажется, были какие-то трудности при восхождении? Ну, это было спустя 25 лет, после того, как там были наши учителя. Наши учителя — это заслуживаемый от спорта Александр Смонезюзин, Федоровский, Тюленев, то есть мастера спорта того поколения, еще довоенного. Мы были их учениками, и у меня были их даже карты какие-то, схемы. Но мы не были в этом районе, конечно. Прошло 25 лет, и мы решили, учитывая дату 150 лет, мы решили поехать. Такая мысль зародилась. Я поделился ее с товарищами, с молодежью. Молодежь поддержала, вот, и настолько увлеклись этой идеей, что даже на Южмаши сделали бюст, отлили сами. В нерабочее время ребята сформировали. Владислав Хромов был такой замечательный альпинист и скульптор. Он сделал, слепил бюст, потом его отлили, заформовали, и вынесли из Южмаши, кстати, с помощью Леонида Макаровича Кучмы, который был тогда комсоргом Южмаши. И вот мы его, он был тяжелый, больше 20 килограмм, отлил из ракетного металла. Ему ни молнии, ни грозы, его не берут. Он стоит, как новенький. То есть бюст вы отливали, так сказать, силами и финансами самостоятельно, да? Мы вообще все делали за энтузиазм. А что вас побудило совершить эту экспедицию? Ну, потому что мы знали, что та экспедиция первая была 125 лет со дня рождения Тараса Григорьевича. Прошло 25 лет, 150. И мы, естественно, все, ну, может быть, в то время больше романтики было. Вот мы все в школе изучали Тараса Григорьевича, и мы все декламировали, любили, знали наизусть его там заповит и прочее, и прочее. И получилась такая общая мысль. Ну вот я же говорю, я предложил товарищам, ребята, а вот есть же юбилей такой замечательный. Неужели мы вот так его не отметим? И как-то эта идея, значит, запала в умы молодежи. И вот началась подготовка и все такое. Но, конечно, мы не знали толком, куда идти, куда лезть, потому что, ну, были какие-то небольшое количество схем, фотографий, но 25 лет прошло, все изменилось. Поэтому мы с большой тревогой туда шли, а это далеко от жилья. Там жилья нет никакого. Шли с рюкзаками, все. И оказалось, что местное население, там живут балкарцы. Это прекрасный кавказский народ. Но мы, честно говоря, с ними, когда приехали, мы с ними не были в контакте. Мы как-то даже немножко опасались. Ну, это какие-то нам казалось немножко дикие люди. Не дай бог, что там. Вот, у каждого нож на боку. И вдруг, для нас даже неожиданно, оказалось, что они нас встречают, ну, с раскрытым сердцем. Они сразу, когда узнали цель экспедиции, так они сразу нам сказали, что даже неожиданно. Большое спасибо, что вы вот на нашей земле устанавливаете памятник. Это очень удивительно, потому что Кавказ принято считать таким воинственным уголочком земли с не очень доброжелательными его жителями. То есть, получается, что вы можете опровергнуть такие слова, да? Это совершенно не так. Кавказ — это прекрасные люди, я бы сказал, даже еще не испорченные цивилизации, не до конца. И верные друзья. Особенно к Украине они расположены всей душой. В Нальчике, когда мы приехали, мы узнали, что в Нальчике расположен единственный на Кавказе музей, украинский музей, морковь, ойсок. И мы потом принимали деятельное участие в его восстановлении. Дальше на здании библиотеки республиканской в Нальчике мы с радостью увидели рядом с их бюстами, их писателей и поэтов, увидели бюст Тараса Игоревича прямо в Нальчике на центральном улице. И потом оказалось, что люди нас встречают как лучших друзей. И это сохранилось дружба до сегодняшнего дня. И вот мы, когда поедем, обязательно мы знаем, что нас встретят друзья, помогут. И это нас, причем не только руководители района и так далее, а простые пастухи, доярки и так далее. Стоит сказать нашим телезрителям, что экспедиция во главе с Александром Зайдлером вот уже к 200-летию памяти Тараса Григорьевича Шевченко готовится совершить еще одну экспедицию к пику Шевченко. В день рождения Тараса, 9 марта мы надеемся. То есть в день рождения вы хотите в этот же день, 9 марта, быть уже на вершине. Да. Расскажите, как идет подготовка к этой экспедиции, собралась ли она уже и может быть кто-то из желающих еще хочет попасть в нее, есть ли такая возможность? Нет, сейчас только еще, конечно, формируется состав. Состав будет, в общем-то, как бы из двух представителей. Представители молодежи, так сказать, действующие спортсмены и какая-то группа ветеранов, в том числе и те, кто был. Мы надеемся, пару хотя бы человек будет, те, кто были еще 50 лет назад. И сейчас идет подготовка. Конечно, зима. Зима – это сложно, зима – это достаточно, может быть, и опасно. И просто так говорить, желающие, вперед, это невозможно. Желающим там сейчас трудно будет, если кто-то попадет случайно. Я думаю, что эта экспедиция будет человек 15-20, примерно так, больше не нужно и трудно, и невозможно. И мы сейчас пользуемся поддержкой. Мы только что были на приеме у председателя департамента физкультуры и спорта области, у Александра Петровича Пшенищикова. И он от имени администрации области заверил нас, что мы будем поддержаны, что наше мероприятие включено в план Шевченковских мероприятий области, и будут выделены определенные средства и оказана помощь в проведении этой экспедиции. Чего будете опасаться в этой экспедиции? Может быть, какие-то лавины? Может быть, еще что-то? Вот знаете, вот исходя из опыта уже проведенных восхождений в горы, вот на что, где будете очень бдительны, так сказать, осторожны? Ну, зима есть зима. Мы ходили на Пшенищико зимой только один раз, хотя летом мы ходили несколько раз, зимой мы ходили только один раз. И сразу затолкнулись очень тяжелыми условиями. Наши машины, большие Уралы, вездеходы не смогли пройти, куда нам нужно было, в ущелье. Они остановились, потому что слой снега их не пустил. Нам пришлось несколько дней на плечах перетаскивать снаряжение, продукты и так далее, и так далее. То есть первая трудность – это транспорт, который современный, ну, только вертолет, но вертолета у нас не будет, селенок мало, а, знаете, пешком. Ну, попробуем попросить, может, лошадей у местных ребят. Затем начинаются трудности уже чисто альпинистского характера. Прежде всего, это лавины. Вы правильно сказали, потому что слой снега вот бывает выше человеческого роста, а когда он лежит на крутом склоне, то он каждую минуту может тронуться, и тогда люди там, как пыль, когда идут лавины, они покрывают огромное, это огромная сила, все грохочет, горы содрогаются, и люди там, так сказать, не дай бог. Вот, поэтому, конечно, надо маршрут так прокладывать, ну, и это наше уже дело опытных руководителей, чтобы маршрут был лавина, ну, если не безопасный, то, по крайней мере, мало опасный. Вы молодых с собой не берете? Берем, берем. Я говорю, это как раз будет, как бы, смесь, ну, союз молодежи и ветеранов. Ну, больше, больше кого будет экспедиции? Будем надеяться, что поровну. Поровну будет, да? Чтобы никому не обидно было. А есть ли у вас, может быть, какой-то девиз экспедиции, или, может быть, какие-то песни, которыми вы подбадриваете себя во время восхождения? Знаете, вот, как в фильме Высоцкого, да, песни «Если вдруг оказался вдруг», я спросил тебя, зачем идете в горы вы, эти песни наверняка вы исполняете. Да, конечно, конечно. Может, еще есть какие-то ваши песни, которые, вот, знаменуют вашу экспедицию? Именно к этой экспедиции, может быть, мы еще напишем какую-нибудь песню, но пока конкретно к этой экспедиции никаких гимнов нет. Вот, конечно, поскольку это связано с именем Шевченко, то вспоминаются строки произведений Тараса. А у него есть строки, у него есть поэма «Кавказ». И там он обращается к кавказским жителям, там «Дети вольных гор». Я не могу сейчас, конечно, ее процитировать. Но он пишет о свободолюбивых жителях гор и так далее. И вот мы, я думаю, очень много будем обращаться к песням Шевченко. Ну и потом, чем дальше от Украины, тем больше поешь украинские песни. Вот так получается. И, конечно, мы будем петь и альпинистские песни, но обязательно будем петь украинские песни. Ну что, гитара, а что еще есть в горах? В горах есть гитара. То есть с собой берете гитару? Гитару, обязательно. У вас экспедиция как будет? Боющая такая? Экспедиция? В данном случае, учитывая, что это зимняя экспедиция, я боюсь, что нам не удастся распеться сильно. В прошлый раз, например, зимой была такая буря, что порвало половину палаток. И начало засыпать снегом, и надо было спасаться. И там было немножко недописище. Это уже нужно рассчитывать только на собственные силы. Поэтому, конечно, если будет хорошая погода, если будет все идет как полагается, то, конечно, будут и песни и так далее. Но когда цель, жесткая цель, то иногда надо немножко себя не расслабляться. Надо себя настроить на жесткий маршрут, на победу, на безопасность. А вот когда уже, так сказать, скажем, спустились вниз, тогда можно уже и на гитаре играть. Спасибо, Александр Михайлович. Мы желаем вам, чтобы это восхождение в горы было не менее удачным, чем все остальные. Желаем вам неиссякаемого оптимизма, жизненной энергии. И продолжайте свое спортивное, такое бодрящее дело. Напомним, что у нас в гостях был альпинист, руководитель Шевченковской экспедиции Александр Зайдлер. До новых встреч, увидимся в эфире. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова